Дом 2 новостей! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Ольга Рапунцель только кичится тем, какие баснословные суммы тратит на свою старшую дочь. На деле даже питание Василисы оплачивает проект. А вот Ксюша Бородина охотно спонсирует подопечную нарядами, которые у нее остались от Теоны Амаровой. На снимках Василиса частенько мелькает в платьях и нарядах, ранее принадлежавших Теоне. Впрочем, сама Оля продолжает отрицать очевидные факты. Под одним из недавних фото Ольга попыталась переубедить фолловеров. Молодая мать озвучила свою версию, но ее почти сразу потянули за вранье. Пока участница телестройки пыталась доказать, что одевая дочь из своего кармана, пользователи социальных сетей перепомнили ей все случаи, когда Василиса донашивала вещи Теоны. К примеру, даже на праздновании первого месяца рождения второй дочери Рапунцель Василиса была в платье с чужого плеча. Анна Левченко озабочена покупкой недвижимости. Вплотную заняться этим вопросом девушка планирует сразу после свадьбы с Валерием Блюминкранцем. Ну а пока присматривает квартиры, которые могли бы ей понравиться. Ни для кого не секрет, изначально Валера и Аня планировали обосноваться в столице. Однако недавняя поездка в Санкт-Петербург и время, проведенное с семьей, в корне изменило их мнение на этот счет. Теперь жить будущие супруги намерены исключительно в северной столице. К слову, Аня уже озвучила сумму, которую намерена потратить на недвижимость. Так, в Москве участницы телестройки готова была потратить никак не меньше 10 миллионов рублей. Впрочем, квартиры в Питере стоят на порядок дешевле. Ни одна беременная на телепроекции Дом-2 столько времени не проводила в социальных сетях, как жена Иосифа Аганесяна. В очередной раз, поделившись проблемами последних дней накануне родов, Черно оправдалась за лишний вес. Виноваты Дом-2 и врачи навязали Саше перезагрузку. В итоге диетологи ее раскормили. И врачи, которые указывали на проблемы беременности с избыточным весом. Все сплошь плохие профессионалы, как те, что на шоу «Бородина против Бузовой» приходили, утверждает Черно. Только почему при этом жалуются Черно на проблемы с давлением и платная клиника, которую она так упорно рекламировала от ведения такой проблемной пациентки, отказалась. Или по привычке, еще и не пройдя путь деторождения, критикуют Саше Черно всех и все, включая усилия такого любимого проекта Дом-2 заставить ее похудеть. Не припомнят ли жене Иосифа Аганесяна все эти претензии на реалити-шоу тогда, когда она вернется на телестройку из декрета? Ведь Саша обещает похудеть до 80 килограмм после родов и стать стройной и грациозной. Получится ли? Поклонники реалити-шоу Дом-2 продолжают обсуждать уход с проекта одной из самых независимых участниц последнего сезона. На этот раз предметом для споров стали новости о новом поклоннике модели. К слову, интерес к себе подогревает сама Олеся, показывая букет роз, подарки и спрашивая у подписчиков, верят ли они желтой прессе. Появили слухи о романе Семиренко с сыном миллиардера Никитой Мазепиным. Оказывается, парень довольно известен в околодомовских кругах, и к нему проявляют интерес многие действующие участницы. Отец младшего Мазепина является владельцем компании Уралхим. Никита довольно успешный автогонщик и пилот Мерседес на Формуле 1. Если связь со спортсменом окажется правдой, то в ближайшее время мы узнаем об этом от самой Семиренко, которая любит делиться с подписчиками историями из личной жизни и своими успехами на любовном фронте. Возможно, именно связи нового поклонника помогли Семиренко добиться покупки авиабилетов на рейс Сейшелы-Беларусь. По словам Алины Галимовой, перелет обошелся в 200 тысяч рублей. Кто же оплатил билеты и проживание двух девушек на яхтах? Пока же известно из новостей, что Семиренко и ее подруга Юлия Белая снимают квартиру в столице и планируют зарабатывать на рекламе. По мнению их приятеля Никиты Барышева, девушки оказались на обочине жизни, хотя Олеся и Юля такого же мнения о Барышеве, который не желает покидать остров любви и всеми частями тела держится за дом 2. Сбудется ли мечта Семиренко о роскошной жизни после проекта, скоро узнаем. Кристина Дерябина неожиданно разоткровенничала с подписчицами. Выпускница Дома 2 вспомнила о том, как зародились ее отношения с сотрудником проекта Александром. К слову, именно ради него Кристина в свое время и покинула дом 2. А вот будучи участницей Дерябиной не оставалось ничего другого, как встречаться с бойфрендом Тайна. По словам Кристины, в скройсе тогда их роман Сашу могли без сожаления уволить. Стоит отметить, Дерябина уже пообещала захватывающие истории из жизни с Сашей. По словам девушки, ей довелось жить с тираном. Более того, только теперь она понимает, почему от ее бывшего когда-то ушла жена. Кроме того, бывшая спутница жизни Александра напрочь запретила общаться ему с детьми. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шло. Клавдия Безверхова, которая сама же рвалась на дом 2 к Максиму Моргенштерну, потом притянула третий лишний в свою пару Марсиагу, теперь претензии девушки предъявляют, вплоть до потасовки. Виноват во всем Максим Моргенштерн, раз на свидание согласился и с братом знакомить Клаву не спешит. Так и свадьбе не быть, решила Клава. Максим Моргенштерн быстро сообразил, что история с новенькой Марсиагой ему на руку, потому и выложил в социальных сетях пост, в котором утверждает, что хочет вернуть любовь Клавдии Безверховой. Вопреки советам Ильи Яббарова, не лезть в хомут, еще не слишком опытный в интригах на доме 2 Максим Моргенштерн, попутно Марсиагу сдал, ведь девушка предложила ему помочь в развитии его страницы в социальных сетях, тем самым подтвердив, что и сама пришла исключительно за хайпом и подписчиками, а не за отношениями. Не потому ли и решил Максим Моргенштерн вернуться к Клавдии Безверховой, а уж с родственниками он ее как-нибудь в будущем познакомит. В отпуск в родную Уфу Макс ее уже обещал взять с собой, выбор сделан. Илья Яббаров и Анастасия Голд готовятся к свадьбе и всерьез намерены выиграть конкурс «Свадьба на миллион». Молодые люди не скрывают, что планируют не просто связать себя узами брака, но уже подумывают о потомстве. По словам Анастасии, мамой она хотела бы стать уже до конца следующего года. Впрочем, новые планы Насти внесли коррективы в уже существующее. Так стало известно, избранница саратовского шансонье собирается лечь под нож пластического хирурга, чтобы подправить себе нос и грудь. И это значит только одно – с детьми паре придется повременить. Голд нельзя будет беременеть по крайней мере год, что сочли лучшим доказательством фиктивности ее союза с Ябаровым. Если бы Настя действительно любила и хотела бы семью, рождение детей, должно было быть ее главной задачей. Татьяна Владимировна Григоревская изначально предсказывала печальный исход совместной поездки Алены Савкиной и Максима Колесникова в Владивосток. И оказалось, была права. Уже ни для кого не секрет, вместо того, чтобы заниматься делами, а именно продажей квартиры, Савкина и ее бойфренд почти не просыхали, отрывались в ночных клубах и караоке. К слову, именно одна из таких гулянок подтолкнула парочку к расставанию. Алена и Максим устроили разборки в одном из развлекательных заведений Владивостока. По словам очевидцев, пьяный Колесников приревновал такую же пьяную Савкину к неизвестному мужчине, после чего вспылившая Алена кидалась на благоверного с кулаками и даже разбила о пол свой телефон за 100 тысяч рублей. Подробности инцидента наверняка будут обсуждать не один эфир, однако уже сейчас известно, пара рассталась. В Москву Максим, по всей видимости, вернется один. Александр Задойнов отправился по делам в родной Ярославль, а вот обратно, несмотря на первоначальные планы, пробыть там всего пару дней, вероятно, вернется не скоро. Как стало известно, участника Дома-2 задержала полиция. И для кого не секрет, Задойнов на особым счету у судебных приставов. Вот уже несколько лет, как Саша не платит алименты ни на старшую дочь Анастасию, ни на младшую Александру. При этом сумма его долга уже достигла 600 тысяч рублей. Организаторы отказываются помогать Задойнову решать его финансовые проблемы, а теперь, как видно, его супруге придется забыть о дорогостоящем лечении от бесплодия. По слухам, Сашу ждут месяцы исправительных работ. Более того, руководство уже указало ему на ворота, из-за чего его жена Ксения Задойнова бьется в истерике. Еще зимой поползли слухи о желании организаторов Дома-2 подыскать замену покинувшей свой пост Юлии Ефременковой. Тогда на вакантную должность пробовался Захар Соленко, после чего его сменил Антон Бекушев. Впрочем, этот кандидат, как видно, не слишком устраивает руководство. На Доме-2 объявлен всероссийский кастинг на должность ведущего и, судя по всему, достойный претендент в коллеге Ольге Бузовой и Ксении Бородиной уже найден. Если верить все тем же слухам, в ближайшее время с 1 сентября в эфирах появится Анастасия Ивлеева. Как стало известно, Настя уже успела познакомиться с участниками и нашла общий язык с другими ведущими. Стоит отметить, если это окажется правдой, то от появления Ивлеевой в эфирах организаторы только выиграют. Ни для кого не секрет, у Насти почти такое же количество фолловеров, как и у Бузовой. Кроме того, девушка является профессионалом своего дела. За плечами Анастасии несколько лет блогерства и работа в программе Орел и Решка. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!